Доброго времени суток! Сегодня хочу вас ознакомить с модом для Евротрак Симулятор. Это Cadillac Escalade ESV. Итак, видим, что он находится в нескольких салонах. Это наводит на то, что это представитель модов старой школы, который просто был прописан под новую версию игры. Давайте посмотрим его конфигурацию. Итак, вот так выглядит моделька. Кстати, вот таких вот огромных автомобилей не так уж много. Первое, что вспоминается, это Tahoe. Ну, давайте посмотрим эту модель. Как видим, тут уже установлены турецкие номера. Стекло, фар не очень, не блещет своей текстурностью. Просто такое затемненное. Фарки выглядят не очень. Так, по бокам у нас Escalade написано. Сзади тоже надпись Escalade. И вот такие вот трубы. Хотелось бы, конечно, чтобы их сделали хромированные хотя бы. Выглядит так не очень. И вообще, здесь бы не помешал бы хром. Вот эти полоски, ручки и все. И цвет стоковый ей явно не идет. Ей как минимум нужно черный цвет. Смотрим, что у нас по кабине. Кабина одна. Это лого нашего автора. Шасси у нас также одно. Двигатели два варианта. 360 и 403 лошадиных силы. Так, коробка у нас одна на шесть. Давайте рассмотрим интерьерчик. Интерьерчик довольно-таки простенький. Простенькие материалы. Видим, что у нас здесь все-таки вот градиенты. Сидения мы тоже видим, какие у нас. Не хватает тут какой-то строчки, обшивки. В элементах интерьера также присутствует дерево. Но оно как-то не вписывается с вот этим белым цветом. Я не знаю. Как-то белый цвет тут просто не подходит. Здесь или же металлик надо было добавить. Или же какой-то другой. Или вообще ставить черным. Было бы тогда построже, получше. Видим, что у нас тут передачки. Но я сомневаюсь, что они будут переключаться. Потому что тут такого нету в Евротрак Симулятор. И бортовой компьютер также проверим. Так, идем по краскам. Видим, что предустановленных цветов нет. Но можно кастомные. Давайте посмотрим. Видите, черный. И моделька уже преображается. В черном уже становится такая более-менее юзабельная. Но все равно повторюсь, что здесь не хватает хрома на ручках. Вот этих полосках. Снизу полоска тоже хромирована. Было бы классно. А так это просто какой-то серый пластик. Который как бы имитирует хром. Здесь решетку тоже можно было сделать. Давайте не будем ничего придумывать. Ставим ее черным. Так, эскалейт наш. Так, посмотрим, что у нас по дискам. Меняем диски. Есть несколько вариантов. Давайте вот так поставим, чтобы было видно и тот, и тот. Уже лучше, как на мой взгляд. Вот этот еще более лучше смотрится. Rising Hard C4. Такой сплошной диск. Но это уже не очень. И дальше идут уже стандартные. Я остановлюсь, наверное, на этом выборе. Он выглядит как-то подетальнее, чем стоковый. Так что давайте поставим и сюда, и сюда. Посмотрим, не выпирает ли диск. Нет, диск нормально стоит. Посмотрим, что у нас по шинам. Шина Scout. Ну, вот Skoda. 18 инчей. Подходит нормальный. Смотрим, что у нас здесь спереди. Галоген и Cam 2. Давайте поставим Cam 2. Не знаю, что это значит. Ничего не меняется. Lower Grill Guard. Ничего не меняется. При изменении вообще никакого движения. Так, смотрим, что у нас здесь. Заднее стекло не меняется. Все, по тюнингу мы закончили. Фаркопа также нет. Так что прицепчик я не буду к нему прицеплять. Потому что не вижу в этом смысла. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. По интерьеру у нас ничего, никаких точек нет. Люк у нас есть. Здесь тоже нужно будет посмотреть, как организованы. Здесь какой-то экранчик поставили для пассажиров. Тут увидим, что у нас есть раз-два пассажира. Еще сзади два. Еще в общей сложности 6 человек может поместиться. Ну, еще раз хочу обратить ваше внимание на сидение. Просто градиентная заливка. И что-то пытались сделать такой шоу или строчку. Но она как-то не ярко выражена. Выглядит как-то дешевенько. Для такого автомобиля. Итак, мы в нашем Escalade. Давайте осмотримся. Сразу бросается в глаза, что вот эти все элементы, они слишком засвеченные. Ну, ужасно просто пересвет. На хром они не похожи, они не переливаются. Просто вот такая белая масса. Давайте включим двигатель, послушаем. Как мы видим, достаточно неплохой у нас GPS. Большой, ровно поставлен. Хорошо так. Бортовой компьютер ужат. Но работает. Так, следующее, что мы сделаем, это проверим поворотники. Поворотники работают. Нет у нас анимации, но есть индикация. Хоть это. Дальше нам нужно выехать на свет и отдаться дождю. Давайте сейчас пустим дождик немножечко. Так, чуть не въехал. Обзор достаточно низкий. Кстати, про обзор. Видим, что руль не регулируется. Если мы начнем придвигаться ближе, то у нас будет плохо видно зеркало. С обзором тут беда. Кстати, еще такое вот заметил. На наших зеркалах вот такие вот стрелочки. Давайте посмотрим. При поворотах нет, они никак не горят. Ну, не знаю, зачем эти стрелки. Без понятия. Видим, что даже не в сильно солнечную погоду у нас вот это все так пересвечено. Но при этом GPS нормальной контрастности все окей. Так, ладно. Давайте проверим сигнал еще. Так, ну, все по стандарту у нас. Давайте включим дождь теперь. Видим, что красных элементов пока не наблюдается. Это хорошо. Пустили дождик. Давайте осмотримся. На наш люк дождь не попадает почему-то. Здесь мы видим сзади уже залито. По бокам немножко заливает. Из-за этого монитора плохо видно. Но самые задние стойки тоже залиты дождем. Вот так вот с дождем не сильно хорошо справляется наш эскалейт. Включаем дворники. Дворники отлично работают. Давайте немножечко еще проеду. Потому что мы тут стоим возле мусорника. Некрасиво на такой машине. Вот здесь встанем. Так, нам нужно посмотреть внешку. Давайте посмотрим, как это все выглядит с внешки. Так, дворники, видим, работают, но они работают некорректно. Какие-то дублированные дворники, получается, они под стеклом. А дворники, которые настоящие, они просто себе лежат и не шевелятся. Так что по внешке задворники, конечно же, минус. Возвращаемся в салон. И давайте включим ночь. Так, у нас дождь прекратился. Ночь. Видим, что даже ночь вот эти элементы настолько пересвечены, что они продолжают светить ночью. Это вообще никуда не годится. Возможно, можно как-то в настройках прикрутить. Но из-за одной у автомобиля менять свою конфигурацию не хочется абсолютно. Так, свет. Мы видим, что у нас подсветка приборки такая фиолетовенькая. Давайте покажу вам. Раз. Сложно ее заметить. Мы стоим возле фонаря. Тут не сильно так темно. Так. И дальние. Вот так вот светят дальние. Посмотрим, как это с внешки все выглядит. Так. Тускловатые, конечно, фарки. Так. И поворотники. Поворотники нормальные. Правда, такие маленькие. И, к сожалению, не дублируются. Сзади они тоже выглядят как полоска. Сейчас их плохо видно, потому что мы в достаточно освещенном месте. Ну, поворотники хотя бы есть. Перемещаемся назад в салон. Включим день и немножечко проедемся. Так. Ну, я сильно сомневаюсь, что это звук от Cadillac Escalade. Сильно сомневаюсь. Так. Здесь мы уже ездили. Давайте повернем сюда. Но звук не от Skoda. Так что есть и свои плюсы, есть и минусы. Давайте немножко поедем. Красный проезжаем дальше. Так что у нас по скорости сотку набрали. Вы слышите, как он начинает реветь. Как какой-то булит просто. И совсем-совсем не ощущается, что мы едем действительно на таком огромном эскалейте. Такое впечатление, что мы как будто на каком-то BMW, каком-то AMG. Но никак не на такой огромной машине. Там полиция поехала. Они нас не трогают. Хотя у нас по превышению. Так. Припарковаться мне негде. Здесь какая-то такая транспортная развязка. Но давайте еще немножечко проедем. Так. Уже какие-то хоть постройки появились. Может на обочину где-то можно будет съемить. Так. Что у нас здесь? Здесь нас не пускают. Здесь не пускают. Будем парковаться на тротуаре. Так. Отлично. Все. Запарковались. Глушим двигатель. И поговорим о моде. К сожалению, мод не оправдал моих ожиданий. Я хотел, конечно, конкурента Chevrolet Tahoe. Но не получилось. Первое, что бесит в этом моде, это вот эта светящаяся белая субстанция на руле. И вот здесь. Ну, я не знаю. Это или шлифованный алюминий хотели сделать. Видим такие вот полосочки или что. Ну, у них не получилось, в общем-то. Можно было сделать хром. Он бы тоже бликовал. Но выглядело бы получше, чем вот этот алюминий. Или непонятно что. И светится просто. Особенно ночью это заметно. Ну, и сейчас тоже как бы не сильно темно. Так. Ну, буду... Оставлю это время. Дальше. Что по салону. А также они понравились. Вот заливки. Текстуры наших сидений. Они просто залиты серым градиентом. И строчки не ярко выражены. Что же с светом такое. Сейчас попробую вечер. Вот. Вечером лучше видно. Видите, о чем я говорю. Сидения сделаны не очень хорошо. С другой стороны в салоне нету дырок. Ну, может я не заметил. Но не бросается ничего в глаза. Стойки целые. Следующее, что мне не понравилось. Это бортовой компьютер-то сделали. Но сделали его таким ужатым. Плохо читается на нем информация. Можно было бы выдернуть какой-то кастомный бортовой компьютер из какого-то грузовика. Чтоб там было меньше информации. Но за то, чтобы был шрифт большой. И все попадало. Но при этом мне понравился GPS. Достаточно нормальный. Он тоже не засвеченный. Не бликует. Тут все хорошо. Так. Ну, по интерьеру я все сказал. Что касается дворников. Они стирают. Но, к сожалению, с внешки выглядят ужасно. С внешки они дублируются. И смотрится это не очень. Что касается внешки. То тут тоже претензии к этим решеткам. К дискам. Они просто вот так вот светятся. Белые такие светящиеся элементы. Нужно делать хром или же что-то другое красить его. Вот так вот. Моделька достаточно простая. Тут немного деталей. Фары тоже не блещут яркостью. Какие-то тусклые они. Немного. Ну, вот такой вот мод. К сожалению, больше семерки из десяти. Я не могу этому моду ставить. Ну, просто много недостатков. Плюс нету фаркопов. Ну, не знаю. Такое. Для любителей больших машин советую все-таки ездить на Таху. Но у меня есть обзор. Поищите. Если я не забуду, ставлю ссылочку. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной на моем канале. Буду делать еще обзоры. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok